Ну вот, смотри, поехали. Вот скажи, раз, два, три, четыре, три, пять. Руслан Борисов, на проводе, здравствуйте. Все, Руслан Борисов, проверка связи. Вот, что там за ООН? Вот, что ты мне сейчас рассказывал? Я еще просто думал, мне надо было сразу камеру достать. Поехали. Что там за ООН? Куда тебя приглашают? И почему именно тебя? Хочу рассказать одну маленькую историю, не большую историю. Есть такой психолог, который в Америке. Только надо выиграть энер. С этого места. С этого места. Только надо выиграть энер. Не с этого места. Я вам... Вас надо открывать. Вас. Энергетика. Вам нужен хороший энергетик, который вас прочитает и даст вам ответ. У меня есть такой энергетик. Наш общий знакомый, Татьяна, я забыл ее. У Бурцева. У Бурцева, отлично. Да? Хороший энергетик. Ну, она же сказала, что она нас должна познакомить. Я говорю, спасибо, Таня. Я говорю, что Слана знаю уже. Вот еще три. Ну, она одна из энергетиков, которым он вот так говорит. Она же у тебя в команде, да, я так понял? Ну, да. И она мне тоже очень нравится. Она многих людей. Я когда знакомил ее с очень людьми, серьезными людьми, я никогда не мог поверить, что эти люди могут сказать да на те проекты, которые мы им предлагаем. И когда я ее завожу в кабинет и начинают разговаривать вместе со мной, то каким-то чудом, я не знаю, они говорят да. Буквально, с чего я хотел начать. Я хочу начать с того, что прочитавший книгу Дейла Кронвиги, психолога, да, и он ничего нового, в принципе, после прочтения книги я могу сделать вывод, что он ничего нового не написал. Это фильм, который ты мне рекомендуешь посмотреть? Элай. Элай. Где его прямо, ну, в интернете можно сказать. В интернете в Яндексе там набираешь, просто Элай. Фильм, да, скачать бесплатно. Какой год? 2010. 2010. Обязательно посмотрю. И мне рассказал сюжет, мне очень понравился. Интересно, что Лайк все в Украине. У меня флешка с собой, кстати, ты мне дашь мне. Я флешку захватил на всякий случай. Теперь по твоей теме, по нашей теме. По нашей, по нашей. Наша, уже наша, давно наша. Это я четко понимаю, я и ждал, что кто-то должен же прийти мне сказать. Посмотрите. Про наркотики. Родители против. А, так это же они снимали с этой, с Ириной Билника, она же ездила тоже по всей. Слушать надо, там очень глубокие слова. Детские мысли. Детские мысли, когда пирог, они меня не обидят. Они мне там, детские мысли, помню, очень сентиментальный ролик, по которой, типа, они будут бить меня все равно, я буду идти к своей цели. Поним? Они мне будут навязывать идеи, я не буду этого. Да, он тоже своих мыслей все равно куда-то туда мыслит все равно. Не, он туда мыслит, но у него просто запара, у него куча работы, у него куча советников, у него куча ограничений, у него куча ограничений, да. У него этот бизнес его, который ему надо. Короче, нашу свою идею поддерживать танцу еггер. В этой схеме представляешься и вперед. Конечно, Руслан, поехали. Кино, кино, представляешься, кино, кино. Руслан Борисов, Николаевская областная молодежно-общественная организация, что болит ритм и сердце. Ну, Руслан, мы даем два вопроса. Есть ли в Николаеве детское пьянство, наркомания, и что делать, и сумеем ли мы что-то сделать. Конечно же, проблема такая существует, отвечая на вас вопрос. Но я считаю, что мы сумеем сделать только при помощи людей, которые многие лета потратили на то, чтобы исследовать эту тему. А именно нужно обращаться в Организацию Объединенных Наций. Это европейское содружество тех людей, которые на протяжении многого времени писали кандидатские, стали профессорами по этой теме. И мне кажется, что если мы обратимся за помощью к людям, которые изучали все это, то мы сможем прийти к общему знаменателю и победить это не только в Николаеве, в Украине, а может быть и в мире. Спасибо. Если бы мы в 10 гривен, 10 миллионов гривен уложилось, но хочется 10 миллионов гривен. А они меньше рассматривать не будут? Меньше не будут, даже просто рассматривать. Так вот смотри, у меня когда пришло к такому выводу, что наркоманов, которым уже по 20 лет, по 25, по 30, их уже спасать поздно, все. Их уже все, и мужик она, их уже... И у них там спасается какая-то очень маленькая, очень мало людей. Спасти можно еще только тех, которым сегодня 5 лет, 6, 7, 8, 9, 10. Дети. Дети. Которым нужно как-то на подсознание заложить. А я больше тебе скажу, что сейчас же во всем мире начался бэби-бум. Самое большое количество рождаемости детей. Надо сейчас это делать. Очень много детей родилось сейчас. Совершенно отсутствует индустрия детских игр, детских книжек, детских игр каких-нибудь детских... Ну вот индустрии нет. Я зашел в детский мир посмотреть, купить что-нибудь на эту тему. Вот в книжный магазин. Зайди в книжный магазин и спроси, а у вас есть что-нибудь на тему, как чтобы мой ребенок не начал курить, чтобы он не начал пить? Ничего нет. Вообще ничего нет. Я не мог понять, или это случайно, или это как... Ну в общем, абсолютно свободная ниша. Я спрашиваю, когда я начал, прошелся там по своим друзьям бизнесменам, я говорю, а сколько здесь денег надо? Я говорю, блин, да тут вообще... Ну ниша свободная. По крайней мере, вот в Николаеве она точно свободная. То есть где? Во всем мире она свободная? Я думаю, значит она в Украине. Да не думаю, что она во всем мире полностью. В Украине точно. В Украине она точно свободная. Нету этих игрушек. Игрушки. И мы уже начали там какие-то вот думать. Я сейчас с художниками начал встречаться. Какие-то вот пазлы, какие-то там кубики, доминошки, ходилочки. Не думай, за тем придумают люди. Умнее, люди, умнее тебя раз в десять в этой теме. Ну вообще-то да. Они сами все придумают. Они сами все придумают. Нету. Поэтому я думаю, что в десять лимонов мы уложимся. Понимаешь? Более чем. Проект на проект, смотри. Готовим два проекта. Так это один из проектов, который... Готовим два. Вот твой проект. Это поздравление с Новым годом. Поздравление с Новым годом. Супер. Это быстрый такой проект, который нужно быстро приготовить, быстро им отдать, быстро показать. Все детские дома Украины. И так его называем. Придумаем название. Украина. Дети будущие нации или Украина. Да, да. Согласен. А кто такой Дед Мороз? Ответь. Кто такой Дед Мороз? Это идеология того человека, который несет счастье, добро. Ну да. Так вот давай мы поедем и Янцу Егину скажем, станьте Дедом Морозом Украины. Да. Значит, что кто нам нужен? Нам нужен человек, который нам дорогу профилактирует. Я правильно понял? Который заходится с нами. Мы сами себе профинансируем, добро. Да, англию. Сами. У нас достаточно финансов для того, чтобы сделать это самим. Ну, а считать только до той англии Господь. Тоже рядом с ним. Ну, все. Значит, уже человек, который сейчас с новойственником мы сядем. Да мы и сами все напишем. Я вам сейчас покажу, кто это. Где сейчас? Да. Потому что это уже проект не классный. Показывай. 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 Ну, вы его знаете. Это ваш друг. Даже так. Ну, конечно. Да не вопрос. Да не вопрос. Абсолютно согласен. Подожди, а под какие гарантии они дают 10 миллионов? А есть список необходимых документов? Вот. Основные условия финансирования проекта. Кратное описание проекта не более чем на 5-10. Это не их я больше читать не буду. Ну, да. На русском и английском языках. Либо бизнес-мар. Наличие документов, подтверждающих, что предприятие существует не менее двух лет. А у тебя есть проект на 10 миллионов? Больше. У тебя есть? Больше. У меня тоже есть. У меня тоже есть. Больше. Вот это? Чего? Вот этот проект с детьми, поздравления детей. Ну, 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 мы их раскрутим, чтобы они подарили нашим детям страны, каждому ребенку, подарили подарок, который он хочет. Мы поедем по детским домам. Ну, да. Смотрите, что ты хочешь на нового, чтобы дедушка Мороз тебе подарил. Он скажет, я хочу там, ну, каждый скажет свою. Так это можно за неделю 10 миллионов набрать. Ну, снять имеется за неделю. Все. А их какая вывода, это идеология страны, это поднялся. Ну, понятно, да. Безздето, без... Ну, это надо написать проект и отправить им. Нет, ну, не написать, отправить, а поехать. Поехать и дать? В руки? Встретим. Пожать руку, взять визитку. Ну, да. Переводчики присутствуют. Согласен, согласен, согласен. Согласен, надо поехать, да. Я не сумею, потом тебе звонить. Юршик, есть еще проект? Есть. Бери меня, снимай меня, у меня есть еще проект. У меня есть проект. Ну, там оно снимается. Значит, смотри. Ну, не вопрос. Значит, так минимум с двумя проектами. Так вот, когда я, значит, принял, чтобы я твои глаза видел. Вот так снимайся, да, чтобы я твои глаза видел. А тут высоко на свои глаза. Ну, ты помнишь, да, ты знаешь, что больше, чем я, в мире никто не задал вопросом на, есть ли детская пьянца, что нам делать, что делать с детской наркоманией. Да и вообще очень много журналистов, я же часто присутствую на пресс-конференциях, единственный человек, который что-то задает и что-то спрашивает. А тут я тебе не знаю, почему получается. Я задавал себе вопрос, почему как получается. Тут несколько стереотипов. Ну, и стереотипов несколько, и несколько таких уже, почему это происходит. Во-первых, эта тема не башлевая. Никто же не башляет за эту тему. Но я не думаю, зачем мы будем, зачем мы будем заморачиваться с этой темой. И, как бы, мы можем пересесть. Не, нас сильно много. Выключай, делай паузу. Машина, вот эта машина, Lexus Черный. Нам довезет туда. Да, машина, хорошо? Хорошо. Знаешь, кто это, Lexus Черный? Lexus Черный. А? Lexus Черный, знаешь, кто это? Так, ребята, в городе один человек. Присядь. Присядь. Все. Отставь. Да? Ну, мы пошли назад. Есть. Так вот. Есть? Есть, есть. Все. Короче, на 163-й странице книги Корнеги я возвращаюсь опять же к... Кроликам? Да. Кроликам надо запомнить. Я читал, конечно, про кроликов лет 20 назад, я уже забыл. Не, не, не в кроликах, подожди. Ну, давай. Есть 8 способов наполнения людьми, людей, тем, что им необходимо на данный момент в жизни. Вот первый, и самый первый, и самый главный, это здоровье и самосохранение жизни. Да, ладно, однозначно. Вот все. Дальше я не буду перечислять, я установлюсь на компанию Leco. Четвертый день, и подожди, давай в степень. Нет, нет, не надо пока месяц. Сегодня выстречисли? Остановимся на самом первом, да. Что сделала компания Leco? Я не помню, год создания, можно как бы вспомнить, ну, посмотреть в интернете и вся информация полностью. Все, породируешься на посуду, и посуду. На сегодняшний день это самая крупная... Столько раз прояснился. ...самая крупная страховая компания во всем мире, во всем мире. Бюджет страховой компании на сегодняшний день составляет около 700-800 миллиардов долларов на сегодняшний день. Они имеют филиалы и в каждой стране, в каждом городе всего мира. Они контролируют практически все. Что они сделали? Они самые первые придумали, как можно застраховать человеческую жизнь. Первое. Они страхуют человеческую жизнь и позволяют людям на этом зарабатывать. Все. Весь секрет очень прост. Человек страхует себя, страхует свою семью на очень большие суммы денег, страхует свою пенсию, страхует вообще всю свою жизнь. И только ради этого люди там вкладывают в это деньги, наполняют фонд компаний. Компания уже ничего не делает, учредители. Они просто сидят и проверяют банковские счета по ступлению денег. Они взяли первое, что было написано в Корнеге. А Корнеге, если вы помните, это Библия. В Библии так было написано, что человек будет всю жизнь бороться за то, чтобы быть здоровым и живым. Ну, как бы оставаться самым сохранным. Все. Ну, не придумали велосипеда. Они взяли все, что я говорю, я считаю, что все же происходит у нас в мире на сегодняшний день. На все вопросы мы можем найти ответы в этой единственной книге, которая называется Библией. Ну, да. Все придерживаются мысли, что просто, а кто такой Корнеге? Корнеге – это тот человек, который переписал Библию на доступный язык для сегодняшних бизнесменов, предпринимателей. Вообще просто людей. Это все. За кого? За кого они? Справедливость. Так, поехали дальше. Зачем мы остановились? Да все, в принципе, самое главное. Пока все, да? Продолжение следует...